Развитие инвестиционной предпринимательской деятельности на территории региона. Эта тема стала ключевой в ходе координационного заседания. Заместитель губернатора Нейнского округа Татьяна Лагвиненко представила доклады о состоянии развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Нейнского округа, а также о предоставлении господдержки инвестиционной деятельности. Еще один вопрос касался предоставления земельных участков для ведения бизнеса. Для того, чтобы индивидуальные предприниматели были конкурентоспособными и могли успешно развивать свой бизнес, в регионе предусмотрена субсидия из окружного бюджета на компенсацию части затрат. Еще одним видом поддержки предпринимателей может стать губернаторский грант, учрежденный по инициативе главы региона Александра Цибульского. Основная цель гранта – реализация крупных бизнес-проектов, которые смогли бы более качественно перезагрузить экономику региона. Одним из основных критериев отбора проектов является количество вновь созданных рабочих мест. Проект должен реализовываться по следующим сферам инвестирования. Развитие обрабатывающих производств, за исключением производства напитков, табачных изделий, кокса, нефтепродуктов. Инвестирование в развитие сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства. Инвестирование в развитие здравоохранения и социальных услуг. Инвестирование в развитие образования, культуры, спорта. Инвестирование в развитие туризма, инфраструктуры туризма. в развитии информационных технологий, в развитии инновационной деятельности, в развитии жилищно-коммунального хозяйства. По словам Татьяны Лагвиненко, в округе недостаточно развит рынок услуг детского отдыха и оздоровления, социального обслуживания населения и пассажирских перевозок наземным транспортом. Толчком для развития предпринимательства в регионе, по мнению вице-губернатора, могла бы стать передача непрофильных услуг на аутсорсинг. Правда, пока он не пользуется большой популярностью в округе. Начальник управления имущественных и земельных отношений Анастасия Голговская в своем докладе отметила снижение активности заинтересованных лиц в получении земельных участков. Что касается перспектив, то лучше, чем заглянуть в правила землепользования и застройки и в проект межевания территории, которые на сегодняшний день у нас утверждены на территории города-искателей, а также в ряде населенных пунктов. Я думаю, здесь не составляет труда. Также на сайте департамента правительства. И решить для себя, каким видом предпринимательства на какой территории можно заниматься и какая на сегодняшний день под эта территория предусмотрена, чтобы понимать концепцию развития этой территории, ну и, естественно, каким-то образом коррелировать это со своим бизнесом. В целом, на заседание Координационного совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности помимо представленных докладов были рассмотрены несколько частных случаев. Глава региона Александр Цибульский отметил, что в будущем такие встречи должны проходить совершенно в ином формате. Вот уже второй раз, да, я на Координационном совете, и мне кажется, у нас есть две крайности, в которые мы попадаем. Либо мы заслушиваем доклады о том, как у нас все замечают, и очень хорошо, и так далее. Либо мы, значит, обсуждаем конкретные кейсы, конкретные предприниматели, где что-то у кого-то возникают проблемы. Вот это не тот формат, в котором это надо делать. Мы здесь собираемся для того, у нас называется Координационный совет по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности. Коллеги, мы здесь все с вами. С одной стороны, органы власти, которые способны принять условия, делающие ведение бизнеса благоприятные, с другой стороны, бизнес, который нам может сказать, какой есть запрос. Вот в этой аудитории мы с вами должны обсуждать системные меры, которые нужно принимать для того, чтобы создать благоприятный инвестиционный климат, для того, чтобы вам было комфортно работать. Координационный совет является постоянно действующим совещательным коллегиальным органом, созданным в целях содействия реализации государственной политики в сфере инвестиционной деятельности и развития предпринимательства на территории округа. Советом руководит глава региона. В состав входят представители бизнес-сообщества, общественных организаций и органов власти. Рина Нижалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Рина Нижалова, Дмитрий Лук procurement Flопост proved Abr bounds. Рина Нидрий Лук rico!